Несколько часов назад российские СМИ сообщили об уходе легендарного советского диктора Игоря Кириллова. На первом канале появилось сообщение, цитата, он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения с интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. А несколько минут назад вышел сюжет утренних новостей, где Первый канал объявил и причину ухода Кириллова. 89-летний ведущий ушел из жизни по причине тромбоза. Его сердце остановилось этим утром в столичной больнице. Тромбоз нижних конечностей обострился у ведущего еще в сентябре, но он отказался ехать в больницу и долго лечился дома. В результате он попал на осмотр только в середине октября, когда ситуация осложнилась и время было упущено. Напомним, Игорь Леонидович начинал свою карьеру с должности помощника режиссера, но уже через два месяца решил попробовать удачу и пришел на кастинг дикторов в центральную студию телевидения. Его выбрали сразу же. Он стал ведущим телепередачи «Время» почти на 25 лет, а в 89-м стал главой дикторского отдела. В 2000-х он тоже не сидел без работы, вел концерты, творческие вечера и оставался любимым зрителями. В последние несколько лет коллеги Игоря Леонидовича утверждают, что он для них был не просто легендой, а настоящим учителем. Мы приносим соболезнования его родным и близким. Редактор субтитров А.Семкин